Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. 25 января. Дата такая очень важная в жизни каждого студента. Кто им был, кто им есть, кто им будет. И не важно, это высшее учебное заведение. Да даже, между прочим, и школьников это касается, потому что многие школьники уже планируют стать студентами. Поэтому 25 января, Татьянин день, особый день для молодого поколения, потому что все вспоминают о том, что они все учатся чему-нибудь и как-нибудь. Ну, как известно, поэтическая такая строчка. Но, конечно же, нам очень важно всем вместе вспомнить эту дату сегодня, тем более, что у нас в гостях сразу два представителя такого важного учебного заведения для нашего города. Это Андрей Корнеев, первый заместитель директора Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина. Уже был у нас в гостях. Здравствуйте! И Анастасия Бусыгина, заместитель техникума, директора техникума по учебно-воспитательной работе, советник директора по воспитанию. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот у нас представлены люди, которые делают наших студентов, студентов техникума умнее, кстати, веселее, энергичнее, потому что много всевозможных акций проходят. Ну и, конечно же, все мы знаем, что техникум уже много-много лет, благодаря, наверное, еще и вот этому светлому имени Юрию Алексеевичу. Он такое главное учебное заведение. И все знают, что в Люберцах есть такой техникум, есть такое учебное заведение. Сколько сегодня у вас уже зданий задействовано в проекте под названием Люберецкий техникум? На сегодняшний день у нас две тысячи студентов обучаются, четыре учебных корпуса, одно юридическое лицо, три корпуса располагаются в городском округе Люберцы, и один корпус, это корпус Угреша в городском округе Держимка. То есть мы даже еще и в другое немножечко зашли, да, одной ногой там стоим. То есть вы фактически уже как университетский городок такой, да? Студенческий. Студенческий городок. Студенческий городок, да. Две тысячи студентов, это же у каждого человека своя судьба. Вот сейчас 25 января, а с одной стороны, ну, высших учебных заведениях. Сейчас такая активная пора, и тут сдача экзаменов и так далее. Кому-то поставили зачет, кому-то не поставили, кому-то поставили экзамен, который, в общем, нервы. Вот вы как советник директора по воспитанию. Наверное, зима – это сложный период, одновременные праздники и еще переключение на следующий семестр, на следующее полугодие. Ну, у нас действительно получается, что есть промежуточная аттестация у студентов с первого по четвертый курс, когда они окончив теоретическое обучение и практическую подготовку, начинают задавать какие-то зачеты, экзамены по каждому своему направлению. Ну, я могу сказать, что очень у всех спокойная обстановка, каждому студенту индивидуальный подход, потому что куратор группы, да, и в том числе заместитель директора по своему направлению, он четко понимает, что комфортные условия – это залог успешного. Да, и студенты с удовольствием приходят на зачеты, если есть какие-то вопросы, всегда обращаются, поэтому таких вот каких-то нервных суматошных дней… То есть по сравнению с ЕГЭ… Нет, это да, это абсолютно разные вещи, здесь все комфортно… Рабочий процесс. Да, комфортно, удобно, и как советник директора по воспитанию, которая с этого учебного года, с 1 сентября введена должность, получается, в средних профессиональных образовательных организациях, стараемся, получается, направить какие-то дать непосредственно на местах, в учебных корпусах, советы, то есть взаимодействие между администрацией, кураторами, родителями и нашими студентами. Я так понимаю, что вы еще ближе стали к студентам, то есть такая мама всеобщая, главная мама, ну, помимо, конечно, дирекции директора и заместителя директора, да, вы еще и вот непосредственно… Ну, это такой важный момент, мы помним, что и президент об этом говорил, что одно дело, ну, как человек-функция, да, когда ты просто, ну, выполняешь свои обязанности, а другое дело, когда ты еще, ну, так, по-человечески, да, такой важный момент. Ну, конечно, подставив свое плечо, прикроем тыл, вот, поэтому все для наших студентов. Тем более, что вы же, все-таки мы понимаем, кто-то потом захочет идти дальше, да, в высшее учебное заведение. И для вас это тоже важно, потому что если студенты хотят, да, то у них повышается интерес. Кто-то пойдет уже на предприятие, о чем тоже сегодня говорят, потому что нужны рабочие руки, инженерные, и рабочие, да любые руки нужны. И вот тут сразу же вопрос, возвращаясь к теме, мы, естественно, поговорим, что будет сегодня у вас мероприятие уже идут, посвященные этому событию. Андрей, скажите, пожалуйста, вот, вы чувствуете, что студенты к вам сегодня идут с ощущением, что да, мы хотим именно в этот техникум, потому что он с именем. Здесь есть специальности, которые нужны, и действительно, у вас же специальности, которые сегодня буквально востребованы, идут с увлечением. Есть такая уверенность, потому что вот даже отслеживая почту, телеграм-канал, ВКонтакте, где-то с декабря уже активность будущих студентов, то есть абитурентов, которые планируют там поступать, возросла, а за последние годы вырос значительно средний балл аттестата, с которым к нам идут студенты. Сейчас он по техникуму в целом 4,4, то есть довольно-таки высокий. Так просто не попадешь уже. И конкурс составляет от 6 до 12 человек на место, в зависимости от направления. Самое популярное какое? Самое популярное – пожарная безопасность, сетевое системное администрирование, информационные системы программирования, то есть IT-технологии, эксплуатация беспилотных авиационных систем, производство, обслуживание авиационной техники. Вот такие замечательные специальности. То есть в декабре люди перед праздником, уходя на праздники, уже думают о том, ну, еще, наверное, не только студенты будущие, да, но и сами родители, да, ты пойдешь у меня в техникум и так далее. Но сейчас на время отвлечемся от этих проблем 25 января. Что у вас подготовлено? То есть можно же было и не заметить это. Ну, вспомнили Татьяне день, поздравили и дальше продолжили принимать зачеты или там промежуточную аттестацию. У вас, я знаю, что какие-то события происходят. Что это? Да, у нас запланирована большая концертная программа во всех учебных корпусах, да, где студенты самостоятельно предлагали, вот, со своими руководителями художественными. Также мы очень любим принимать участие в квестах, в квизах, что тоже запланировано на сегодня. Примем с удовольствием сегодня в городском округе Люберцы в мероприятиях, приуроченных к Дню студента. И лучшие студенты, которые показывают свои знания, умения, навыки, будут награждены сегодня в этот знаменательный для них день почетными грамотами и благодарностью. Которые могут сыграть определенную роль потом, правильно? Потому что чем больше благодарности и грамот, это же хорошая история. Ну, это получается, что портфолио, да, каждый студент подбирает себе портфолио для дальнейшего реализации своих проектов. А с точки зрения вот именно дирекции и так далее, ведь когда-то 25 января, ну, даже и не замечали так, ну, потому что все-таки есть еще, был такой религиозный след, и считалось, что это не нужно напоминать. Сегодня все наоборот. И сегодня, в общем-то, все вспоминают. День стоит эти яны, да, в честь которых поколительница МГУ. Все же бы где-то были студентами, да. Вот когда пришла идея вот так вот отмечать, делать для студентов такой, ну, шаг навстречу. Знаете, говорят, что там, работа – второй дом, да? В данном случае техникум для студентов – это даже не второй, а первый дом, потому что начинают они учебу с 8.30 и заканчивают ее кто-то в 6, а кто-то и позже остается для тренировок профконкурсом, для участия каких-то… То есть практически целая жизнь, да? Да, это целая жизнь, поэтому студенты вышли с инициативой на администрацию техникума, чтобы отмечать. Хотим. Да, хотим. Им была предложена свобода определенная в плане того, какие формы, чего. Встретились со студенческим сообществом, с тут комитетом и обговорили детально мероприятия, формат проведения этих мероприятий. Но ведь могли сказать, ребята, ну, сейчас вот… А вы знаете, это вне официальной остановки, когда я не первый заместитель директора, а просто, как сказать, преподаватель или вот просто их там друг, соратник, старший, наставник, совсем по-другому видится жизнь студенческого коллектива, в том числе, что полезно для администрации. И вот тут еще такой вопрос, что они действительно так активно начали сами вот это все делать? Вы говорите, что и концерт сами планируют и так далее. Конечно. То есть они сами хотят, то есть это не сверху спускается. У нас будет концерт, посвященный Дню студента, и пошли все. Нет, конечно, они проявляют эту инициативу, как Андрей Васильевич сказал, студенческие коллективы, да, студсоветы, которые успешно во всех корпусах у нас взаимодействуют. Поэтому плюс наставничество. У нас не только педагог-студент, а студент старших курсов с первокурсниками. Они намечают какой-то календарный план, да, который обязательно выносится раз в месяц на обсуждение. Конечно, мы направляем, корректируем, но ни в коем случае не запрещаем. Самим даже интересно посмотреть, что они там придумывают. Да, это очень интересно, потому что с этих мероприятий студенты раскрываются по-другому. И на самом деле каждый день сидеть за партой, да, сдавать те или иные предметы, но при этом не иметь студенческую активную жизнь, мне кажется, это неправильно. Поэтому здесь мы даем возможность реализовать свои направления, мысли, ну, а, конечно, подкорректировать мы всегда с удовольствием сделаем. Ну, и появляются какие-то уже традиции, да, каждый год, обязательно что-то должно быть такое, да? Ну, надо понимать, что студентам дана не полная, так скажем, свобода, да, что хочу-то и творю. Учебный план, который подразумевает обязательную часть каких-то воспитательных мероприятий, да, так как связанные там с датами Великой Отечественной войны, вот, так и вариативную часть, которая дается полностью на откуп студентам, и они уже сами решают... То есть вы им верите в их тоже некую самостоятельность, и вам самим интересно посмотреть, что они сами могут еще придумать в дополнение к тому, что... Но при этом, как старший наставник, да, каждый вот этот, он просчитывает, к чему их эта активность может привести, и сразу купирует, чтобы это не были, так скажем, не было нежелательных последствий. Ну, мы по опыту с вами понимаем, как коллеги еще, так сказать, в учебном процессе, что иногда нужно какому-то, может, не очень успевающему студенту, да, наоборот, что-то поручить, и иногда это может очень поменять человек. И вот он, кстати, там-то проявит себя больше, и отношение к нему будет уже другое и в коллективе, как у детей, студентов, так и у педагогов. Вот вы сказали про студенческий совет. Как вот он у вас избирается, как это происходит? Ну, это может Анастасия Андреевна, наверное, больше. Ну, получается, что от каждой группы, да, по каждому направлению выдвигается внутри группы какой-то один активист, который, получается, раз в начале учебного года на заседании студенческого совета они избираются коллективным, получается, голосованием. То есть старшекурсники присутствуют обязательно, которые вновь пришедших студентов рассказывают их задачи, и они голосуют. Обязательно у студенческого совета есть председатель, заместитель и секретарь, как, в принципе, в любой организации. И, соответственно, под протокол раз в месяц, а иногда бывает раз в три месяца, мероприятия, потому что, как Андрей Васильевич сказал, существует календарно-тематический план по учебно-воспитательной работе, в который входят обязательные события, так и есть внутритехникумские мероприятия, где мы уже самостоятельно смотрим, что можно... Но он работает, да, студенческий сайт? Да. Просто сделан для галочки. Нет, конечно, с большим удовольствием к ребятам мы обращаемся, они ни в коем случае не отказывают нам. Но он не только даже на мероприятии иногда построен, мы же активно принимаем участие в волонтерском движении. Вот я предлагаю здесь поставить точку. Сейчас самое время, приятно слышать, когда и воспитатели, и преподаватели, и наставники, и руководители хорошо говорят о студентах. Вот во второй части мы сейчас услышим, чем еще занимаются студенты, наших уважаемых гостей, которые сегодня представляют легендарный, не побоюсь этого слова, Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Советского Союза Юлия Алексеевича Гагарина. Продолжение следует. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Говорим мы сегодня о 25 января, о студенческом дне, о Татьянином дне, но в то же время мы уже говорим и о будущем, потому что в гостях у нас представитель Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юлия Алексеевича Гагарина, первый заместитель директора Андрей Васильевич Корнеев, и Анастасия Андреевна Бусыгина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. И как мы понимаем, теперь еще одна должность, она длинная, но сокращенный вариант, советник директора по воспитанию, то есть еще ближе к студенту, чтобы внимательно следить за ними, чтобы они шли в правильном направлении, что и важно для всего учебного процесса. Вот студент, который приходит на первый курс, это одна история. Он нервничает, опять же переживает, ну и к нему соответствующие отношения. А студент, который уже живет нормальной студенческой жизнью. Чем хороши ваши студенты? Вот такой вопрос. Начнем, наверное, с вас, с мужской точки зрения. Чем хороши? За что мы поблагодарим ваших студентов и сегодняшних, и тех, кто выпустились? То, что они активны, целеустремленны, наверное, все-таки трудолюбивы, раз они устраиваются уже на третьем-четвертом курсе на работу по профилю. То, что они, с уважением, относятся к своей будущей профессии, что немаловажно. Возвращаются потом, когда уже уходят из ваших стен, у вас проходят всякие встречи выпускников? Приходят в гости? В гости приходят студенты, да, многие с благодарностями. Многие из них уже стали начальниками, допустим, цехов и отделов, там, вот как на НЦВ Миликамов, или вот есть такие, да. Поэтому мы, что шефы поваров городского округа, Рюберцы, да, поэтому мы к ним уже обращаемся для того, чтобы трудоустроить последующих студентов к ним на практике. Бесконечный круговорот. Бесконечный круговорот, потому что наша работа циклична, но поскольку это люди, их к каждому индивидуальный подход. Ну и вам же, опять же, хорошо получается, что раз вы выпустили такого студента, что он, во-первых, устроился на работу, как вы говорите, еще обучаясь в техникуме, а потом еще становятся начальником, это говорит о подборе того персонала, который работает, да? Конечно. Я даже, наверное, вам добавлю то, что вы спросили, как у нас происходит по окончанию. Я скажу, что многие студенты не теряют связь на протяжении всей последующей жизни. То есть вот это тесное взаимодействие с куратором, да, с администрацией. Телефоны не теряются, они постоянно находятся в какой-то переписке. То есть иногда, даже уже окончив наш техникум, спрашивают совета в той или иной ситуации. А когда они у нас трудоустраиваются, становятся выше еще на одну ступень, это же профессиональная работа. Они с удовольствием к нам приходят, заинтересовывают наших студентов, на вторых, на первых курсах, и мы с ними в этом направлении сотрудничаем. Сейчас будет провокационный вопрос, не переживайте. Ну, все-таки у нас наполовину сегодня такой эфир, посвященный все-таки студенческому дню, а это особый был праздник. А вы вот себя помните в студенческую пору? Всегда ли вы все выполняли, всегда ли все было хорошо? Были ли такие сложные экзамены или с преподавателями, или как-то все-таки всегда удавалось найти выход, что студент, он же всегда с днём. Геи можности есть всегда. Они были, есть и будут. Поэтому, конечно, были сложности задачи экзаменов определенных каких-то, да, там, где ты, если ты гуманитарий, постного образования, то математика, храмовая, да, или там физика. Вот, но благодаря тому, что вели активную жизнь в студенческих стенах, преподаватели знали. Поэтому там шли навстречу, как-то улаживали. То есть зарабатывали ещё дополнительные баллы как бы внутри, да. Ну, вполне возможно, да. Я бы не сказала, что у меня была активная студенческая жизнь. Наоборот, больше было направлено на самореализацию и успешное окончание получения диплома. Поэтому сейчас я понимаю, что это одно из связующих компонентов, когда у студента и учится, и при этом он в техникуме и отдыхает душой, и мыслями. Поэтому вот Андрей Васильевич сказал, бонусы зарабатывал, а я, наверное, больше училась. Но я вам так скажу, что очень важно, что, наверное, иногда, когда со студентом работаешь, хочешь сказать, вот в наше время, ну, как обычно, да, в наше, а потом нет, сейчас другое уже время. Абсолютно. Другие. И поэтому наша задача, да, направить и сделать все возможное для того, чтобы они, ну, и удовольствие, кстати, получили от учебы, потому что, ну, студенческие годы, они же неповторимы. Естественно. Вот в продолжении разговора о трудоустройстве, да, мы можем сказать с большим удовольствием, у нас сейчас реализовывается учебно-производственный комплекс в учебном корпусе Краскова по направлению парикмахера. Студенты наши открыты для населения, которому можно прически сделать. В общем, поэтому мы предложим... Жаль не всем только, но... Почему? Почему? Пожалуйста. Мы ждем с радостью двери открыты, поэтому и мужчины, и женщины, и взрослое население, и студенты, да. А с конца августа мы планируем реализовывать учебно-производственный комплекс по направлению автопокраска. Ух ты! Ну, давайте тогда мы сейчас поговорим с вами вообще, как поступить, а чуть позже расскажите о планах, потому что есть и гагаринские чтения, и проекты, и звездный марафон, во многих этих акциях участвует техникум. Но сначала вот поступить. Так, в декабре начали уже к вам поступать какие-то заявки. Как это все происходит? Как поступить к вам, учиться? Вообще у нас всегда, начиная с ноября месяца, дни открытых дверей. В каждый месяц, начиная с ноября, обязательно в определенные дни все желающие могут прийти, спросить, узнать, задать вопрос. Официально приемная кампания начинается с 1 марта. То есть на нашем сайте, Люберецкий техникум, в любом разделе, касающийся абитуриенту, можно узнать подробную информацию, задать вопрос. Указаны все телефоны, где с удовольствием, на все интересующие вопросы можно получить ответ. В дальнейшем мы уже работаем со школами по профориентации. То есть и к нам приходят, и мы выходим на такие мероприятия в каждом городском округе, Держинском и, соответственно, в городском округе Люберце. Я так понимаю, что вы говорите, вам даже иногда и рекламировать себя не особо нужно, потому что... Нужно. Нужно. Потому что население городского округа Люберцы не всегда успевает за сменой специальностей профессии, которые с утра были актуальны, а к вечеру стали уже неактуальны. Поэтому они говорят, в наше время вы готовили. А теперь расскажите подробнее, что такое эксплуатация беспилотных авиационных систем, граф-дизайн, хим-анализ и тому подобное. Вот Анастасия Андреевна сказала, что до 1 марта, акцентирую, 24-го года, мы должны выложить всю актуальную информацию, правила приема на сайте официально в разделе «Битуренту». А приемная кампания начинается с 20 июня и заканчивается 15 августа. Ну да, жаркое время будет, да? Да, и в прямом смысле, что это лето. И в том, что примерно где-то 3 тысячи с лишним заявлений мы должны обработать. Ну и мы понимаем, что не каждый же, не все пройдут, да? Все равно кого-то придется отцеливать. К сожалению, да. К сожалению, да. Но тогда мы предлагаем вне бюджета. Потому что средний балл зависит от того, с каким аттестатом пришли. То есть есть у человека еще возможность на вне бюджета попробовать? Да, попробовать свои силы на вне бюджета. Ну это уже отдельный разговор, может быть, туда ближе уже к делу, может быть, в марте мы с вами еще повстречаемся или с вашими коллегами поговорим на эту тему. Но сейчас вернемся к тому, чем еще живет техникум, потому что Новый год, понятно, фактически для любой вуз, если взять, даже высшие учебные заведения, средний специально, начиная с 25 января, с дня студента уже заканчивается вот эта эпоха сдачи экзаменов зачета, начинается новая семья. Ой, нам в этом плане повезло. Да. У нас сессии заканчиваются до Нового года, поэтому они уже выходят на Новый год, на праздники. Отдохнувшие? Нет, сдав сессию для урожих. А для у Татьяны они подходят с активностями, поэтому здесь все нормально. Итак, что у вас впереди? У вас много каких-то акций, вы во многих принимаете конкурсах участия, рассказываете. Вы знаете, когда во главе стоит такой активный директор, как Клубничкина Александровна, в стороне оставаться от жизни городского округа Люберца или Московской области и России, очень трудно, потому что она энергично заряжается своим потенциалом, видением, стремлением на будущее. Вот, поэтому, да, много активностей. Если брать профессиональные, то это в первую очередь конкурс профессионалов. Сейчас идет активная подготовка к региональному чемпионату, который будет в марте 2024 года, где мы традиционно сильны в таких направлениях производства и обслуживания авиационной техники, эксплуатации беспилотных авиационных систем. Там у нас уже три на сегодняшний день компетенции, мы все три выставляем. Это реставрация живописи, если мы берем графический дизайн. А если вот воспитательные, то Анастасия Андреевна, да, вот и скажи. Да, этот год для нас юбилейный, потому что 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Конечно, у нас предусмотрены торжественные праздничные мероприятия, которые будут у нас по графику обусловлены. Хочу сказать, что у нас продолжается традиция, когда 12 апреля 12 лучших студентов награждаются почетным званием Гагаринец. Также у нас гагаринские чтения. Тоже традиционно. Традиционно, да, из года в год ребята присылают по каждому направлению, которое в положении прописано. Мы, в принципе, расширяем свои границы, не только городского округа, но и по всей Московской области. Мы с удовольствием принимаем разного рода работы, жюри отсматривает и уже на финал приглашаются по каждому направлению, получается, с первого по третье места. Ну, это как бы вы организаторы, но вы и сами участвуете в других еще конкурсах. Да, конечно. И в этом году мы стали площадкой. Площадкой. И региональным координатором международного конкурса «Звездный марафон», который проводит «Звездный городок». Но мы стали на территории городского округа Люберцы для школьников. Соответственно, школьники могут попробовать свои силы в этом конкурсе, и лучшие из них будут награждены путевками в Артек. Ух ты! Победителями на муниципальном этапе. А для них это окажется бесплатная поездка в Артек, где они также узнают больше о космосе, о космонавтах, о астрономии. Да и покупаются хорошо, да. Ну, покупаются самое главное. Сменят обстановку. Сменят обстановку, да. Вот, кстати, 90 лет Юрия Алексеевича Гагарина. Напомню, что мы делали фильм в том числе, и вот благодаря техникуму тоже много там снимали и так далее. Я так понимаю, что и для студентов, и для вас это такой важный год будет, да, потому что, наверное, будет разного типа мероприятия. Но это будет здорово, конечно, и для вас, опять же, для техникума хорошо, что вы опять можете о себе заявить громко, да, потому что все-таки много учебных заведений было и есть, которые носят имя Гагарина, но вы носите его просто по праву, потому что Юрия Алексеевича... По первому праву. По первому праву, да. Вот. И скажите, ребята, которые к вам приходят, вот тут, наверное, по воспитанию ближе, вот они осознают, что есть вот такая гордость какая-то, что вот здесь был Гагарин. Или это уже немножечко как бы, ну, да, был когда-то, но очень давно. Нет, я не соглашусь. Я хочу сказать, что это очень ценно, особенно в нынешнее время, и ребята чувствуют, что действительно здесь учился Юрий Алексеевич Гагарин, потом впоследствии он не раз к нам приезжал, да, встречался, конечно, к сожалению, так получилось с тем поколением, но это всё передаётся, это передаётся от педагога к студентам, да, от студентов старших курсов к младшим, тем более один из корпусов в городском округе Люберцы носит... Не просто имя, а там он учился. Ну да, непосредственно, да. Непосредственно. Гагаринский, фактически, да, корпус. Да, поэтому здесь, мне кажется, в каждом студенте присутствует дух, и они понимают, что имя Юрия Алексеевича Гагарина просто так не присуждается, и они несут это на протяжении всего обучения. И впоследствии, когда пишут нам памятные открытки, директору техникуму Ольге Александровне поздравления на разные праздники присылают, поэтому это очень, на самом деле, приятно и ценно. Я помню. Мы вас также поздравляем с праздником. Спасибо за то, что пришли к нам в эфир. Андрей Корнеев, первый заместитель директора Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Юлия Алексеевича Гагарина, и заместитель по учебно-воспитательной работе, советник директора по воспитанию Анастасия Бусыгина. Вам удачи и всех с Днём студента. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова